День республики Прокурор Республики Евгений Курмаев в своем выступлении дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Всего в анализируемом периоде выявлено порядка 8500 нарушений. Для их устранения принесено более 600 протестов, внесено свыше 2000 представлений нарушителей, привлеченные к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел. В результате последовательной работы надзорного ведомства во взаимодействии с органами власти в республике вылупочены долги по заработной плате на сумму 7 миллионов рублей. Также после прокурорского вмешательства произведены социальные выплаты ветеранам труда и друженикам тыла в размере 32 миллионов рублей. Защищены права многодетных семей на своевременное получение государственных пособий. Кроме того, прокурорское реагирование обеспечило перечисление почти 67 миллионов рублей, стимулирующих выплат медработникам, которые лечат заболевших коронавирусной инфекцией. В области противодействия коррупции выявлено свыше 800 нарушений законодательства о противодействии коррупции. В своем обращении к участникам коллегии Андрей Кикать особо отметил приоритетность дальнейшего совершенствования надзора в сферах оплаты труда, долевого строительства многоквартирных домов, а также при переселении граждан из аварийного жилья и проведении капремонта. В числе прочего, он акцентировал внимание на значимости надзора за исполнением закона в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а также усиление контролирующей роли прокуратуры в борьбе с преступностью. Новая городская детская поликлиника на 550 мест начнут принимать мальких пациентов и листы уже со второй половины августа этого года. Об этом в прямом эфире в социальных сетях сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Виктор Джанжеев. В ходе общения с населением был затронут вопрос возведения казачьего кадетского корпуса в Городовиковске на 360 мест. Первый пусковой комплекс был сдан в начале этого года, второй комплекс с физкультурной и спортивной зонами будет сдан до конца этого месяца. Сегодняшнее состояние объекта проходит через Роспотребнадзор, подготовку своего лицензирования. И в общем-то он уже практически готов и в середине августа месяца, вот буквально недавно закончилось совещание вместе с правительством, вместе с Минздравом о том, что в середине августа уже будет прием детей, ну и функционирует, соответственно, детская поликлиника. В ходе прямого эфира Джанжеев также рассказал о ремонте дорог и расширении транспортной сети. Так, железнодорожные направления и листа Анапа на сегодня загружены более чем на 70%. Планируется открыть маршрут исследования до Краснодара и Ростова-на-Дону. Кроме того, прорабатывается вопрос ремонта железнодорожных путей и листа Светлоград. Что касается авиасообщения, министр сообщил, что в следующем году будут запущены новые направления по югу России и в столицу Татарстана – Казань. На 2022 год дополнительно рассматриваем в комплексе расширение авианаправлений, в данном случае возможность направления на Краснодар, на Казань, на Симферополь и даже Волгоград. В Калмыкии поменялся поставщик электроэнергии. Согласно решению, принятому Министерством энергетики Российской Федерации, статус гарантирующего поставщика в Калмыкии присвоен компанией «Россети Юг». Как отметил заместитель директора калмыцкого филиала Дальган Аляев, смена поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров. Во всех районах будет сформирована единая квитанция с новыми реквизитами. Теперь все функции в регионе энергокомпания будет исполнять в одном лице. Вопросы по оплате начислениям и качеству услуг можно задавать через единую горячую линию или с помощью интернет-портала. Электроэнергия, приобретенная до 1 августа, оплачивается в сторону АО «Калмэнергосбыт», а уже с 1 августа обязательства потребителей уже оплачиваются в сторону «Пауэр-сети Юг». Этим летом мы практически поставили рекорд по потреблению электроэнергии. У нас сохраняются, наверное, аномально высокие температуры окружающей среды. Все наше электроэнергии работает в рамках к максимально допустимым температурным режимам. Соответственно, техника где-то не выдерживает, но нами проводятся все работы по налаживанию ситуации, принимаются все заявки. Для этого у нас существует центр обслуживания клиентов, существует специальный портал «Светлая страна», соответственно, где отслеживаются все заявки, которые были приняты от потребителей. Специалистам энергоснабжающего предприятия предстоит выполнить значительный объем работы по реорганизации процесса сбыта, в том числе перезаключить договоры с юридическими лицами. Это необходимо сделать до 1 октября. Я бы порекомендовал всем юридическим лицам и приравненным потребителям к этой категории в двухмесячный срок перезаключить договора, иначе в соответствии с действующим законодательством мы будем обязаны составлять в отношении тех лиц, которые не заключили договора, акты бездоговорного потребления. По ним, соответственно, применяются штрафные санкции, они намного больше и жестче. Поэтому, чтобы до этого не доводить, необходимо обратиться к нам и заключить договор энергоснабжения или выкупли-продажи. Вся информация у нас имеется на сайте. По договорам можно обращаться в договорной отдел по Клыково 90А. Это здание бывшего ООО «Калмынергосбыты» или в энергосбытовые участки, которые ранее были закоплены за территориями в районах. Продолжаем выпуск. В Калмыкии число заразившихся COVID-19 за сутки составило 111 случаев. В инфекционных больницах, согласно последним данным, проходят лечение 854 жителя республики. 68 отправились сегодня домой с выздоровлением. В тяжелом состоянии 31 пациент, из них 17 на ИВЛ. Три человека скончались. В режиме домашней изоляции находится 3811 граждан. Региональный сосудистый центр Резбольницы Мнижемчуева возобновляет операции по ангиопластике и имплантации стентов. Операция осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, государственного бюджетного финансирования и в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи. Каждый вторник и четверг с 14 до 16 часов в хирургическом отделении номер 2 консультации проводит сердечно-сосудистый хирург Чеметаджаев. Пациентам при себе необходимо иметь медицинскую документацию, паспорт, страховой полис и СНИЛС. К другим темам. О Калмыкии, как о вселенной, любителей рисования приглашают стать авторами небесной выставки. Она посвящена 60-летию первого полета человека в космос. К участию в арт-проекте приглашаются дети от 7 до 15 лет, желающим достаточно пройти предварительный конкурс представить свой эскиз на создание индивидуального воздушного змея. Большие воздушные змеи, или как их еще называют кайты, предлагается оформить на тему Калмыкии – это космос. Заявки принимаются до 12 августа. Работы можно присылать на электронную почту или в Инстаграм организаторов мероприятия. После подведения итогов, авторы сами распишут свои изделия акриловыми красками и запустят в небо. Ну а лучшие из рисунков выберут настоящие космонавты. Мы приглашаем всех ребят принять участие в этом конкурсе. В идеале мы считаем, что, ну, хотели бы, да, делаем такие пожелания, чтобы по завершению конкурса и по завершению нашего фестиваля осталось такое комьюнити, сообщество людей, заинтересованных в творческом развитии. Результаты конкурса будут подведены 21 августа в прямом эфире. Герой Советского Союза Александр Лавейкин, он космонавт, подведет итоги, выберет лучшие работы. И кульминацией нашего события станет 22 августа. Мы хотим запустить все эти кайты в небо. Называем это событие «Небесная выставка». Калмыцкие поэтессы заняли призовые места в Международном молодежном фестивале-конкурсе «Берега дружбы». В Ростовской области прошел шестой конкурс поэзии и поэтических переводов. Участвовали молодые поэты из Беларуси, Украины, а также из 21 региона России. Калмыцкие авторы уже во второй раз принимают участие в конкурсе поэтических переводов. В этом году они заняли призовые места. Звание обладателя Гран-при фестиваля получила член Калмыцкого оригинального отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России Герензил Сангаджи Горяева. Звание лауреата третьей степени присвоили Евгении Решетниковой, члену Международного союза писателей и мастеров искусств, руководителю Калмыцкого оригинального отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России. В выпуске новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифрумощения канала УТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в инстаграм reacallon.ru. На этом у меня всего, всего доброго и до встречи в эфире.